Всем привет, с вами снова я, Толо, и мы продолжаем проходить Fallout 3. Сегодня занимаемся квестом плаца за электричество. То есть, тормозить я не собираюсь ни в коем случае, нужно шевелиться, причем шевелиться очень быстро, даже, в принципе, испытываясь ретранслятор, какое-то там устройство по контролю над когтями смерти я не собираюсь, поэтому я сразу валю в Оду Одни и разношу все там к чертям собачьим. Вот, времени у меня не так много, я уже сразу признаюсь, предыдущая серия, почему она была молчаливой, потому что, блядь, я придурка, я забыл включить звук. Стрели его, придурок. Нифига себе, у него глаза зелеными были. Тот же. Так, тормозить я не собираюсь, еще раз я повторюсь, забыв включить микрофон. Я прошел уже весь брокен стил, я уже прошел до хрена всего. Вот, промежуточный квест я забыл. Я прошел ветку метро, в принципе, все до ветки метро у меня молчаливое. Я это все удалил к чертям собачьим и снимаю заново. Почему я вам это сказал? Ну, потому что я посчитал, что это будет честно. Где-то херовина. Машина не до вишка, так что, как она взорвется? Почему-то таинственный незнакомец не появляется. Отлично. Это работает каждый раз, что ли? Так быстрее всего вышибать из них дух. Даже, в принципе, трофеи брать не буду. До конца игры мне, в принципе, по идее, трофеи уже не понадобится. Гребаная зверюга. Вот как раз и ход. Единственное, что в лаборатории я подберу патроны для бластера чужих. Я даже не знаю, что бы взять в... Какого... Ага, буля. Ты тут откуда? Гладкокошек. Привет, чувак. Ты кто? Что тут делаешь? Ой, я Уинт. А это Кит. Мы тут, ну... В общем, это долгая история. Сейчас важно только одно. Мы пытаемся оторваться от когтей, чтобы не попасть к ним на завтра. Отлично. Я когти смерти не боюсь, что ты делаешь здесь внизу. Слушай, откуда же мы знали, что так случится? Тогда это казалось хорошей идеей, понимаешь? Мы думали, вот, поселимся тут внизу, как в подземелье, только лучше. Кому ж помешают несколько гулей под старым Олни? Ну, вот мы сюда пролезли, снесли пару стен, и тут на нас набросились когти смерти. Жесть. Поможешь мне добраться до севых установок Олни? Помочь? Ты шутишь? Мы себе-то ничем помочь не можем. Хотя... Тебе же удалось сюда добраться, верно? Так что у нас есть... Если есть хоть капля мозгов, возвращайся обратно. Ну, или... Удачи тебе понадобятся. Да, спасибо, чувак. Веселые же, нерадостные гули. Даже не будем здесь обыскивать ничего, здесь потому что ничего интересного нет. Единственное, что интересно, и сейчас нам попадется по пути, это записка. Вот, валяются, в принципе, порванные гули. Здесь они, видимо, пытались что-то устроить в подобии броницерных сооружений. Но не особо это у них удалось. Ага, вот оно как раз и интересное. Записка Донбара. Не путать Донбара с тем засранцем, который у нас полбашки выявил по-моему мозгов. Ты что, скелетами кидаешься ты, блин? Выявляй уважение к останкам. Пайты и рептилии. Хрен с тобой. Так, никакого лута. Хватит меня лута. Лут мы уже насобирались. Сейчас спускаемся вниз. Какие-то рентгенские стимуляторы. Стимуляторы 3. Только нужные. Как я понимаю, это вообще какая-то больничка была. На погибших как всегда хоть отбавляй. так, здесь мы были, здесь мы были. Так, здесь мы были. Здесь мы были. успею или нет? Успел. Теперь, насколько я помню, вниз. Вниз. можно играться с ней очень долго, но хочу, чтобы эта штука взорвалась. Ага, спустились вниз. Ага, спустились вниз. Несу здесь подземельцы. Тут разбросаны кучи всякой полезной херни. А именно автомат в ванной, две гранаты, жратва какая-то и всякая хрень. Не знаю, гули или не гули пытались здесь обороняться, но видно, тут парень пытался кидать гранаты. Оттуда выбежали когти смерти, как я понимаю, блин, все заработали мины. Всяли патроны, винтовку, еще мина, уже была. Судя по звукам, тут есть еще когти смерти, мы хер бы с ними не боимся. Ха-ха, успел, да, родной? Да вот двое, это уже проблема. Проблемы, но решаемые проблемы. Верстак. Прочи шелупень. Нож. Нет, таким ножом вряд ли справишься с когтями смерти. Поэтому брать его не станем. Да, интересное помещение с этого вот. Только не с этой стороны, разумеется. Заходим сюда и что мы видим? Куча патронов. Мина, пистолетные патроны и бафаут. Бафаут вещь нужная. Помню, как на нем сидел. Вернки-долго. Ага, еще один ублюдок убит. Походу, это яйца когтей смерти. Я не знаю, что это. Что хотели сказать этим разработчикам, я не понимаю. Ага, какой-то сейф. Сейфы для меня, как для быка, как красная тряпка. Кстати, ребята, вы в курсе, что быки-то на самом деле дальтоники? Им, в принципе, пофигу, что перед ним что-то машут. Их просто бесит, что сам факт. Не любят быки, когда перед ними чем-то размахивают. Да вообще, кто любит, что перед ним чем-то размахивают? Успеешь ли, родной, добежать до меня? Успел, конечно, но не так, как хотел. Тут ничего нету. Здесь здесь у нас еще оружейный шкаф. Обрез. Нахер этот обрез. Пускай себе оставят. Что-нибудь себе обрезает этим обрезом. И поднялись. В принципе, вот он и сам олд олд. Олд. Сохранимся. Искренне надеюсь, конечно, что сохранение понадобится, но что-то мне подсказывает, что оно уже необходимо. Так, снаряжение, оружие. Сразу прострелили его. Швак с тяжелым с синидмилятором, но думаю, он уже не особо опасен. если он вообще жив. Ну, как минимум, один точно готов. жалко, жалко, нельзя прикладом по башке. Жалко, нельзя прикладом по башке. Так-то. Собираем только оружие. Какая разница, какие патроны, все патроны нам пригодятся. ... Продолжение следует... Чё-то левочина какая-то... Так-то получше будет... Ммм, какой-то сейф... Сейф открывайся... Молодец, двойные деньги, скотч-виски, бейсбольный мяч... Судя по всему, это был полицейский... Видать, кто-то грабанул подчистую... Дослужился до главного менеджера, потом нахер всех и грабанул... Прям как-то неградежным централом... Блин, вот я, придурок, зачем я спуду... Так, там надо было пройти по рекламному счету... И мы были бы у цели... Вот он рекламный щит... Вот она цель... Вон там, экзит... Палец... Батарея... Скажу, как можно вообще... В принципе, не заморачиваясь... Забрать из лаборатории то, что нам нужно... Откроем дверь... Так, для прикола там еще нет... Здесь нужно... Вернее, есть вещи намного сильнее... Здесь цех... Здесь терминал... Внизу несколько роботов... Роботы опасные... Роботы-охранники... Вот дверь просто так не открывается... Нужен ключ... Но есть терминал... Можно открыть через терминал... Ура, ну... У нас получилось... Давай, открывай его... Открывай, открыть замок... Все, открыли мы замок... Так, надо было импульсами гранаты взять, конечно... Ну... Ладно... Полезем так беззалаберно... Что сделать... Делать здесь... Ток здесь херачит... Вообще сумасшедший... Все такое... Делаем мы вот так... Спрыгиваем нахер вниз... Вырубаем один рубильник... Вырубаем второй... Вырубаем третий рубильник... Забираем катушку... У нас немного долбанул током... Дым какой-то из-под пола... Вообще непонятно, что перегорел... Дать... Все вот эти непонятные штуки... Слетящиеся... И вот очень... Нужная вещь... Название энергичейка... Чужих... Тут терминал удаленного... Пользования... Так... Вот тоже мы сломаем... По-быстренькому так... Здесь что есть... Здесь непонятное оборудование... Мина на сковородке... В принципе похоже все... Все нужное мы собрали... Тут гном спрятался... Сохраним... Дверь... Все мы у цели... Мы выбрались... Можно конечно сходить туда... Поискать еще всякого убуду... Но... Уверяю вас... Ее там практически нет... Куча плазменных винтовок... По большинству они не в очень хорошем... Состоянии... Плазменная винтовка... Где тут гранаты-то? Вот сразу бежит кого-то смерть... Нужно его безрезить... Многие у него как минимум перебиты... Можно вот так вот вообще прям положить под него гранату... Под жопу ему прям... Расслетелся... Ладно... Теперь мы идем... К паладину Дрездану... И говорим ему... Чувак... Мы нашли все что ты хотел... Забирай эту гребаную катушку... И все... Отпускай нас... На все четыре стороны... Он скажет... Помоги нам... Проникни на базу ВВС... Мы ему скажем... Ну ладно чувак... Идет... Поможем тебе... Винтовку...